Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании Совета Союза работодателей региона. Он отметил, что предприятия Самарской области получили многомиллиардные меры поддержки. Это и прямая поддержка, и льготное кредитование. В настоящее время в экономике региона фиксируется восстановительный рост. Общий индекс промышленного производства по области за первое полугодие составил 107,2%. Достойные результаты показывает нефтедобыча, рост производства в автомобилестроении в полтора раза. Конкретно по Тольяттинской площадке автоваза в два раза. Прогрессивные показатели отмечаются в сельхозмашиностроении, производстве подшипников, оборудовании для нефтегазового сектора, строительной и других отраслях. Также динамично работают предприятия ОПК, выполняющие гособоронзаказ. По всей России 3 сентября отметили День Победы над милитаристкой Японией и окончание Второй мировой войны. Цветы к вечному огню на площади славы возложили председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, глава Самары Елена Лапушкина, члены ветеранских и общественных организаций, кадеты. Подробности в нашем материале. Во Второй мировой войне участвовало 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Война шла на трех континентах. За годы Второй мировой войны погибло более 55 миллионов человек. Почти половина всех погибших – мирное население. Только в фашистских лагерях смерти майданок и освенцам было уничтожено более 5,5 миллионов. 3 сентября по всей России отметили День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Цветы к вечному огню на площади славы возложили председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, глава Самары Елена Лапушкина, член ветеранских и общественных организаций, кадеты. Сегодня, можно сказать, не только праздник, то, что завершилась Великая Отечественная война, самая кровопролитная на нашем земном шаре, но завершилась эпоха, которая была связана с уничтожением фашизма. И фашизм был повержен. Но он вновь проявился. Эти жертвы, они все наши. В наших сердцах останутся навсегда. Их имена, их лица. Это, конечно, незабываемо. После победы над фашистской Германией и желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке, а также идя навстречу союзникам, СССР принял на себя обязательство вступить в войну с Японией спустя 2-3 месяца после окончания войны с Германией. 9 августа 1945 года начались военные действия. На заключительном этапе Второй мировой войны в ходе проведения Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций группировка Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке разгромила войска Японской Квантунской армии и освободила Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Военно-экономический потенциал Японии оказался серьезно подорван. Страна капитулировала. Самара готовится встретить День города. В ближайшие выходные в столице региона пройдут праздничные мероприятия. Об этом сообщили на еженедельном совещании в администрации города, которое провел первый вице-мэр Владимир Василенко. Основные торжества запланированы на 10 сентября. Что ждет самарцев в 437-й день рождения города, узнала Ольга Павлова. В День города для самарцев подготовили насыщенную культурную программу. Жителям и гостям областного центра представят фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии, в котором примут участие более 500 музыкантов. По традиции, 10 сентября состоится возложение цветов к памятнику Засекину. Князь Засекин был одним из активных деятелей во время направления Иоанна Грозного и Бориса Годунова. Самым ярким событием в его служебной карьере стало строительство крепости Самара, которое началось в мае 1586 года по указу царя. В соборе Исофии при мудрости Божией пройдет благодарственный молебен в День города. С 13 до 18 в Струковском саду галоконцерт, плацконцерты, дефиле оркестров участников фестиваля на сопках Маньчжурии. Также в Струковском саду пройдут фестиваль молодых литераторов имени Онищенко, тематические площадки исторического клуба из Тольятти, фестиваль «Вместе ярче», детские площадки с аквагримом. На площади Куйбышева развернут площадки, где молодые предприниматели смогут презентовать свои товары. В 18.00 здесь состоится концерт, который начнется с выступления самарских артистов. Также на сцену выйдут Сергей Войтенко, Дмитрий Колдун и группа «Чаев». Торжества завершатся фейерверком. Особое внимание в эти дни уделят и мирам безопасности. В локациях с массовым скоплением людей будут работать машины скорой помощи и сотрудники МЧС. Напомним, 8, 9 и 10 сентября самарцев ждут выбора губернатора региона. В настоящее время ведется информационная кампания по оповещению жителей города. Самарцев инструктирует по месту нахождения избирательных участков и напоминает о правилах голосования. Мы приглашаем людей на выборы, говоря о важности выбора руководителя региона, с которым мы будем жить в ближайшие пять лет, о том, что необходимо реализовывать свое конституционное право выбора и приходить на избирательные участки. Также на совещании в администрации города обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. До конца первой декады сентября подрядчики ресурсоснабжающей организации должны справиться с ремонтом и модернизацией всех 18 теплосетевых объектов из основного перечня. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В историческом центре города на Красноармейской с утра открылось движение трамваев в сторону улицы Фрунзе. Теперь составы следуют по прямой, пересекая Галактионовскую. Поворот на эту улицу перекрыт. Изменение схемы движения необходимо для продолжения строительства станции метро Театральная. На месте побывала наша съемочная группа. Михаил Ермоленко расскажет подробнее. Для многих самарцев улица Красноармейская – это путь на работу и домой. Здесь проходят 8 важных трамвайных маршрутов, которые пользуются популярностью у жителей города в течение всего дня. Практически полгода на Красноармейской действовало ограничение движения не только для автомобильного, но и для общественного электротранспорта. Трамваи, следуя в исторический центр, поворачивали на улицу Галактионовскую. Но с утра понедельника составы следуют по новой временной схеме – вниз по Красноармейской и далее по улице Фрунзе. Таким же маршрутом и в обратную сторону – к железнодорожному вокзалу. С самого открытия движения на участке работали специалисты ТТУ и представители подрядчика, занимающегося строительством метро. В течение дня на маршруте регулировали движения, в том числе автомобильные. Для этого транспорта рядом с трамвайными путями выделили отдельную линию. Также, чтобы в будущем водители не выезжали на рельсы, установят специальное ограждение. Из города, да, попытка поехать по трамвайным путям, она будет желанием. Но мы ее там ограничиваем водоналивной, здесь две полосы. Одна работает в город, другая из города. Также специалисты проверяли, как устроен верхний слой асфальта на открывшемся маршруте, как уложены рельсы и подключена контактная сеть. Следили и за работой светофоров, которые будут регулировать движение трамваев. Здесь вот с утра находится и главный ревизор трамвайно-троллейбусного управления, начальник службы движения. Считаем, что зеленый светофор, цикл очень маленький. В течение дня будет отрегулирована фаза зеленого светофора, чтобы растянуть, чтобы трамвай здесь не скапливался. Около года трамваи будут ездить только по улице Красноармейской и Фрунзе. Поворот налево на улицу Галактионовскую невозможен. Движения ограничили синхронно с открытием обновленного маршрута. Это необходимо для продолжения строительства станции метро «Театральная». Общественный электротранспорт следует по Красноармейской в оба направления и на пересечении с Галактионовской два потока встречаются. Пропускают в трамваи друг друга поочередно. Регулируют движение два новых светофора. Также на перекрестке, где уложили рельсы, проезд регулирует необходимый механизм. Специалисты называют его крестовиной. Благодаря такому устройству водителям и кондукторам не нужно выходить из салона и постоянно переключать стрелку с одного направления на другое. С этой стороны врезка и вот с этой стороны врезка, благодаря которому делана небольшая излучина, когда трамвай своим ходом перемещается на эту крестовину и уходит на встречный путь. Схема простая, схема добротная, надежная. Не нужно каких-то сложных механизмов, типа стрелочных переводов. И вместе с тем мы очень сильно экономим время для проезда вот этого перекрестка. За утро по открывшемуся маршруту на трамвае проехали сотни жителей города. Многим новая схема проезда оказалась привычнее, чем путь по Галактионовской. К изменениям можно привыкнуть и главное, чтобы строительство метро шло в соответствии со сроками, отмечают самарцы. Для меня удобнее по фрунзе. Ближе к работе. Для меня очень важно. Целую остановку пешком приходилось идти на работу. А сейчас вот вышло уже и я. Вместе с трамваями открылось и автомобильное движение по улице Красноармейской. Для этого на дороге уложили свежее асфальтобетонное покрытие. Предусмотрели также пешеходную зону. Безопасно пройти можно как с одной стороны улицы, так и с противоположной. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Безопасность, вместимость, комфорт. Жители Самары уже успели оценить новые автобусы белорусского производства. Напомню, 50 единиц нового транспорта на газомоторном топливе доставили в столицу региона. С учетом просьб горожан автобусы направили для обеспечения транспортной доступности Куйбышевского и Красноглинского районов. И 1 сентября МАЗы были презентованы. Так, на Красноглинское направление, на маршруты номер 1, 50 и 51 вышли 30 машин. Сегодня в поселках Красная Глинка и Управленческий проверили работу этого подвижного состава. О результатах и ближайших задачах наши корреспонденты. Пандусы для маломобильных граждан, световое табло, системы видеонаблюдения, глонассы и кондиционирование. Транспорт хорошо оснащен. Одним словом, есть все для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. Новые автобусы белорусского производства, которые были доставлены в столицу региона и 1 сентября появились на улицах Самары, горожане оценили по достоинству. Некоторые даже пересели из трамваев, чтобы прокатиться на новых и вместительных машинах. Вместимость большая. Он больше, чем первый предыдущий был. Ну и сидений побольше. Вот все мне нравится. Хорошо, понравилось. Ездили с детьми. Очень удобно, бесшумно. В общем, все хорошо. Я иду первый раз, видела их. Устала чаще. Дай Бог, чтобы это продолжалось в таком же, скажем, ритме, как и сейчас. Пока все устраивает. На Красноглинском направлении 30 новых МАЗов большой вместительности. Автобусы под номерами 1, 50, 51. Жители, которые пользуются этими маршрутами, просили усилить работу на линии для повышения ритмичности перевозок. И выход новых автобусов позволил увеличить выпуск подвижного состава. На 51-м 100% выпуск. На 1-м и на 50-м автобусу 85%. То есть, ну, вот на 1-й автобус сейчас вот прям подтянут до 100%. На 50-м автобусе будем работать, чтобы до конца недели у нас тоже был 100% выпуск транспорта. Транспорт продолжают готовить к рейсам. До 9 сентября будет решаться вопрос функционирования валидаторов. В настоящее время продолжается процесс обновления программного обеспечения. Кроме того, данные по новым автобусам вносятся в электронную систему. И в течение текущей недели они станут доступными в транспортных приложениях для всех желающих. Новые автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, которая должна прописаться в систему. Вот мы этим сейчас занимаемся. Я думаю, что до четверга, максимум до пятницы мы этот тоже вопрос снимем. И этот транспорт, он весь будет отражаться в пребывалке. Не оставили без внимания вопрос, который касается системы климат-контроля. Для корректной работы специалисты просят пассажиров не открывать окна во время движения. С водителями также проведен дополнительный инструктаж. Стоит отметить, что кондиционеры, которыми оснащены новые автобусы, работают не только на охлаждение, но и на обогрев. Поэтому зимой самарцы будут ездить с теплом и с комфортом. Стоит отметить, что профильный департамент следит и за соблюдением частоты подвижного состава. Перевозчику поручено в течение ближайших трех дней провести тщательную мойку автобусов и обратить пристальное внимание на состояние салонов. Сейчас мы, конечно, с перевозчиком все это дело посмотрим сами. Транспорт проходит перед выпуском на линии обработку, его моют. Но вот если недостаточно этого, значит, будем принимать меры и будем указывать перевозчику, чтобы он поддерживал частоту в салоне. Специалисты профильного департамента ежедневно находятся на связи с жителями областного центра. Механизм обратной связи с пассажирами помогает своевременно улучшить работу и в части интервалов движения. На текущей неделе также будет проведен дополнительный выездной мониторинг работы маршрутов, обслуживающих Красноглинское направление. В этом году новые автобусы получили и другие города региона. Пассажиры отмечают мягкость и плавность хода, комфортные сидения. А водители квалят кабины, отделенные от пассажирского салона. До конца этого года планируется передать всем муниципалитетам области еще более 300 машин. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. С 1 сентября выгоднее оплачивать проезд в общественном транспорте телефоном с привязанной картой МИР. До 31 декабря будут действовать сразу две скидки на проезд. Насколько это удобно и безопасно, а также об отличиях от подобной акции, проведенной два года назад, расскажем в нашем сюжете. Жители Самарской области могут получать скидку при оплате проезда. Экономить в общественном транспорте можно, расплачиваясь за поездки, карты МИР или карты жителя Самарской области, загруженными в смартфон. Так, если в свой мобильный добавить карту МИР, то скидка составит 8 рублей, если карту жителя – 10 рублей. Загрузить банковскую карту в телефон можно с помощью платежного сервиса МИРПэй или Самсунг Пэй. Их установка возможна на смартфоны Андроид. Такая оплата удобна и безопасна, и раньше специалисты не получали никаких замечаний от пользователей, в том числе и от людей старшего возраста. Дети и внуки помогают устанавливать, показывают, как делать, как платить, и вот ту самую привычку возвращают. Это безопасно, это, с точки зрения МИРПэй, это национальный платежный сервис, он был разработан специально для нашей страны, нами специально для карт МИР. Такие акции проходят в губернии не в первый раз, и люди активно пользуются такими предложениями. Так, за последние два года пассажиры городского транспорта сэкономили почти 66 миллионов рублей, оплачивая поездки, карты МИР и карты жителя. Специалисты уверены, что акция станет еще более масштабной, потому что добавились новые виды транспорта и стало больше владельцев карты жителя Самарской области, которую тоже можно привязать к смартфону для оплаты. Тогда, к сожалению, в акции участвуют только наземные общественные транспорты, не участвовали электрички и проезд на метрополитене. Сейчас эта акция выгодно отличается в этом формате от той. И, как я уже сказал, особый интерес эта акция вызвала уже в момент ее проведения. То есть, когда люди поняли, что здесь ничего страшного нет, что вы действительно получаете скидку, и это действительно выгодно, удобно, экономично и так далее, они стали уже на тот момент все больше и больше получать карту жителя. При этом важно, что транспортные компании получат полную стоимость за билет. Разницу перевозчикам восполнит платежная система МИР. С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте приветмир.ру и в мобильном приложении «Привет». Андрей Горгуленко, Петр Паломеев. События. В Самарском доме офицеров открылись выставки «Жены героев» и «Лица армии». На экспозициях представлены фотографии женщин, чьи близкие находятся сейчас или погибли в зоне СВО. И фотографии бойцов, сделанные за ленточкой. На церемонии открытия побывала съемочная группа событий. Это письмо после словия. Помнишь, как ты всегда брал меня за руку, гуляя, и говорил, что боишься потерять? Я потеряла тебя я. Это письмо было написано после того, как адресата не стало. Супруг Ольги Цыплухиной Владимир был мобилизован 26 сентября 2022 года. 30 марта, за несколько минут до подъема, в блиндаж прилетел снаряд. Сегодня фотографии и письмо Ольги среди десятков других на выставке «Жены героев». Сейчас она вместе с подругой возит вещи и лекарства в часть, где служил Владимир. Супруг погиб, а бросить теперь уже нельзя, потому что ребята там остались, и им тоже нужна помощь. Продолжаем помогать, продолжаем ездить. Проект «Жены героев» родился на территории Самарской области ровно год назад. Его поддержал глава региона Дмитрий Азаров. Цель – поддержать участников СВО и женщин, которые живут в режиме ожидания. Проект «Жены героев» вытягивает их из горя, он дает им надежду. Он показывает, что они нужны. Эти женщины, которые еще вчера потеряли своих близких, сегодня стоят с нами в строю и помогают и поддерживают нашу армию. За год выставка переросла. Федеральный проект. Он уже охватил 83 регионы страны. В создании выставок принимают участие более 10 тысяч женщин. Проект «Жены героев» оценил президент России Владимир Путин. Альбом, изданный на основе фотографий выставки, был представлен главе государства, губернатором Самарской области в ходе личной встречи в октябре прошлого года. Что можно прочитать в глаза этих женщин? Конечно, любовь, преданность, желание увидеть своих самых дорогих, близких мужчин живыми, здоровыми, желание дождаться их с победой, которая наступит уже совсем скоро. Одновременно с выставкой «Жены героев» открылась выставка «Лица армии». На фотографиях запечатлены лица военнослужащих 2-й армии, которые находятся в зоне СВО. Рядом письма, адресованные самарцем, которые находятся по другую сторону ленточки. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. По всей стране 3 сентября прошли траурные мероприятия, приуроченные ко Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. Дата связана с трагическими событиями сентября 2004 года, когда в Беслане террористы захватили школу и удерживали в заложниках 1200 человек. 334 погибли, из них 186 дети. Каждый год страна вспоминает жертв Беслана. Почтили память погибших и в Самаре. В школе номер 7, в микрорайоне Крутые ключи Самары, для учащихся старших классов прошел урок мужества, посвященный Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. Дети узнали, как себя вести при обнаружении подозрительных предметов и прослушали инструктаж о правилах поведения в экстренной обстановке. В этот день мы говорим с ребятами о том, что должно быть на нашей планете мир, добро, как бороться с терроризмом, какие меры мы можем предпринять, как можем себя вести в опасных ситуациях. Во время урока мужества старшеклассникам рассказали о том, что случилось в городе Беслан в сентябре почти 20 лет назад. Эта история нашла отклик у нынешнего подрастающего поколения. В 2004 году в сентябре в городе Беслан в школе погибло более 300 человек, среди которых 186 пали жертвами терроризма. Это были дети. Очень грустные и печальные эмоции из-за того, что погибло такое огромное количество детей. И я надеюсь, что это больше никогда не повторится. Памятные мероприятия в честь Дня Солидарности в борьбе с терроризмом прошли во многих образовательных учреждениях Самары. Это всероссийская акция, которая уже проходит не первый год и, скажем так, имеет очень большие традиции. Данная акция проходит во многих образовательных учреждениях городского округа Самара, но здесь центральная площадка данной акции. Урок мужества в школе номер 7 Самары завершился акцией «Капля жизни». Заложники теракта в Беслане все три дня провели без воды. И эта акция олицетворяет память о жертвах. Участники акции помогают напоить их, набрав в руки воду из чаши и поливая растения. Также в этот день в Софийском соборе было совершено особое поминовение жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, которые отдали жизнь, выполняя свой служебный долг. Андрей Бессонов, Галина Топилина, Игорь Казановский. События. Пять месяцев усердной работы, 629 школ, 881 команда и больше 10 тысяч родителей-участников. В Самаре на площади Куйбышева прошел суперфинал областного турнира среди родительских школьных команд высший класс. Участники соревновались в игре в футбол, баскетбол, в чирспорте. Заряд позитива получила и наша съемочная группа. Каждая команда, которая прошла в финал и оказалась на площади Куйбышева, уже является неоднократным победителем отборочных туров. Пять месяцев усердной работы, 629 школ, 881 команда и больше 10 тысяч родителей-участников. И вот результат. В Самаре прошел суперфинал областного турнира среди родительских школьных команд высший класс. В торжественном открытии соревнований приняли участие Дмитрий Кочергин, вице-губернатор Самарской области, глава Самары Елена Лапушкина, в Рио министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, депутаты Самарской губернской думы Роман Балтер и Светлана Ильина. Почетные гости. Ну а сегодня вот это наше единение муниципальных районов, городов, детей, родителей, конечно же, даст потрясающий эффект. Я вам всем желаю победы, желаю классно провести время, пообщаться в такую замечательную погоду. Тем более сегодня у нас еще один праздник, сегодня у нас День Победы над фашистской Японией, поэтому мы сегодня должны эту победу закрепить. Начинались соревнования несколько лет назад между двумя районами, затем приобрели и городской размах. За кубок главы города боролись 9 районов Самары. Губернатор Дмитрий Азаров предложил сделать соревнования областными. В этом году на площадь Куйбышева съехались участники со всех муниципалитетов региона. Хочу отдельно сказать спасибо нашему главе региона Дмитрию Игоревичу Азарову, который сказал в свое время, что нет, на городе останавливаться нельзя, надо эти соревнования двигать дальше. Сейчас это областные соревнования, надеюсь, в следующий год действительно будут уже всероссийские. Спасибо большое нашим дорогим родителям, которые включились в эти соревнования, которые вместе со своими детьми принимают в них участие. И откровенно говоря, наверное, это больше всего и радует. Вы приучаете наших детей к спорту, вы приучаете наших детей к честной борьбе. Ребята, на победу я желаю всем. Год назад губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров дал поручение, чтобы этот турнир прошел на территории всей Самарской области. С апреля месяца череда тренировок, турниров, сначала районные этапы, потом зональные. Мы наблюдали грандиозные финалы в городских округах. И вот сегодня Кубок губернатора получат команды самых активных, самых спортивных, самых мотивированных родителей. Поддержка губернатора колоссальная. По поручению губернатора в августе прошлого года мы сделали этот турнир областным. 47 групп, 8 зональных финалов. И сегодня уже суперфинал, на котором мы присутствуем. За победу на главной площади столицы региона боролись 32 команды сильнейших родителей Самарской области в трех направлениях – футбол, баскетбол и чирспорт. По словам организаторов, главное в таких соревнованиях не победа, а пример здорового образа жизни детям. Турнир школьных команд высший класс планируют сделать ежегодно. Виктория Шарой, Константин Головин, События. Тысячи самарцев и гостей областного центра приняли участие в акции «Самара в движении». Кульминацией акции стал фестиваль фитнеса, который прошел в эти выходные на пляже под Первомайским спуском. Как зажигали гости спортивного праздника, расскажем в следующем сюжете. Жительница Самары Ангелина Казакова узнала о занятиях танцевальным фитнесом от тренеров на пляжной вечеринке. Влюбилась в спортивные танцы сразу и навсегда. С тех пор не пропускала ни одной тренировки. Пришла и на фестиваль фитнеса, который прошел на пляже под Первомайским спуском. Пришла я сюда с хорошим настроением для того, чтобы зарядиться энергией, чтобы получить очередную дозу спорта. Потому что спорт необходим нам, потому что он помогает нам и в здоровье, и в поднятии настроения. Тем более я обожаю танцевальный фитнес. Это прям вот самое мое любимое. Сумио, Самара! Самарский фестиваль фитнеса стал кульминацией физкультурно-оздоровительной акции «Самара в движении». Она проходила в областном центре с третьей декады июня и длилась до конца лета. Тренироваться и танцевать можно было самостоятельно или в команде с профессиональным тренером. В проекте участвовали спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. Впервые акцию власти областного центра провели в год чемпионата мира по футболу. Заметив ее популярность, решили сделать традиционный. У нас очень спортивный город, и все от малого до великого с удовольствием втягиваются во все наши спортивные активности. Как вы видите, площадки все всегда заполнены. Огромное количество желающих приходит и на бесплатные функциональные тренировки. Особенно всем полюбил зумбол. Поэтому и дети маленькие, и старшие поколения наши также принимают в этом участие непосредственно. Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта. Становится все больше и площадок. В этом году они были расположены на площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летие октября, а также на пляже под Первомайским спуском. Городской департамент физкультуры и спорта планирует сделать акцию еще масштабнее. Спортивные городки появятся во всех районах областного центра. Вовлечение горожан в систематические занятия спортом – одна из главных задач нацпроекта «Демография». Его реализация находится на контроле главы региона Дмитрия Азарова. С 2018 года в области открыто около 150 спортивных объектов. Доля жителей губернии, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилась с 2017 года в полтора раза и достигла 54%. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В качестве одной из дополнительных мер поддержки для отдельных категорий граждан Департамент опеки и попечительства предоставляет компенсационную выплату на приобретение и установку автономных пожарных извещателей. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 332-16-36. Полным ходом идут работы по асфальтированию двора улиц Некрасовской, 28. Об этом пишет телеграм-канал главы Самарского района. Роман Радюков совместно с депутатом Анатолием Рагимовым, председателем ТСЖ Некрасовская, 28 Людмилой Егоровой и представителем нежилого помещения Сергеем Рединым проконтролировали ход работ согласно плану благоустройства. Наметили и дальнейшие действия по обустройству этого двора. Впереди вас ждет еще один сюжет на правах рекламы, а я с вами прощаюсь. Мультипликационные герои Гена и Чебурашка, творческие мастер-классы, настольные и подвижные игры. В Самаре в торговом комплексе Гудок отметили День знаний. Школьники от мала до велика нашли себе развлечение по душе. Каждый мог создать свой образ, работал импровизированный салон красоты с плетением косичек и аквагримом. Музей России «Моя история» напомнил всем, как играть в подвижные игры нашего двора, классики, резиночка, светофоры и другие. А также на территории музея проходили интересные квесты и экскурсии. Областная библиотека для молодежи устроила выставку книжных новинок. Для детей развлечения, для взрослых заряд позитивных эмоций. Огромное спасибо Гудку за то, что он устраивает детские праздники, и дети сюда стремятся. Для детей это очень хорошо и весело. Нормально, очень интересно. Мне нравится все, особенно нравится аниматорами. Весело, интересно. Очень рада, что попали. Показ мод от брендовых магазинов торгового комплекса «Гудок». Осенние коллекции для всей семьи. Закончился праздник концертом Народного детского музыкально-хореографического театра «Искорки» и танцевальными мастер-классами от школы брейк-данса «Скрэмбл». Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова